Марш! Руслана в спорте не первый год. Особенное предпочтение девочка уделяет футболу. Веселые старты для нее как разминка, время отдыха. Волнения нет никакого. Участие – возможность весело провести время. Мы ходим на футбол. Тебе нравится на футбол ходить, Руслана? Да. Мы очень уже много выступали, могу сказать, для нашего возраста. Только что вернулись в турнир из Подмосковья. Был у нас турнир по футболу с детком синдрома Дауна. Сюда мы идем с удовольствием. Насчет волнения. Родители волнуются больше, чем дети. Дети, как это, всегда готовы. Главное – нужное направление. А сколько радости, когда победа и участие, то просто очень. Тебе нравится? Да! Спорт как средство укрепления здоровья ребенка. Он нужен всем, а детям с ограниченными возможностями здоровья тем более. Международный день инвалидов впервые стали отмечать 3 декабря в 1992 году. Его создали для того, чтобы напомнить, что эти люди нуждаются в особенной поддержке и заботе. В то же время иногда эти люди способны горы свернуть и делать то, что не под силу здоровым. В том числе и в спорте. Проведение этих физкультурных мероприятий зародилось в 90-е годы. И на протяжении уже почти 30 лет соревнования среди детей области проводятся. Самая главная роль, которая отводится адаптивной физической культуре и адаптивного спорта, это интеграция, социализация человека в общество, чтобы он мог себя сама обслужить и так далее. То есть средствами, доступными для них, интересными, они именно социализируются. Все команды разные. У кого-то нарушение слуха, у других зрение или опорно-двигательного аппарата. Здесь нет победителей и проигравших. Всем подготовлены сладкие призы от спонсоров. Спорт, во-первых, развивает выносливость. Я очень рада, что в парусе на одежде можно бесплатно заниматься в таком доме. Нравится, с удовольствием ходит. В прошлом году купили кимоно, но очень нравится его, поэтому ходим. Почему именно этот вид спорта решили выводить? Не знаю, баланс развивает, развивает, наверное, какое-то настроение создает, скажем так, больше. Ну, если ребенку нравится, почему нет, почему не ходить? Очень хороший день, очень удивительный. Мне этот день очень нравится и, надеюсь, моя команда очень сильно победит. В адапт по спорте ходим на все кружки спортивные, которые нашим веткам могут предоставить. Вот мы ходим в бассейн «Три кита», хотим на футбол ходить, ушу было. И вот сейчас сын готов принять участие. Ну, футбол – все его любимое. В Воронежской области около пяти с половиной тысяч детей-инвалидов. Для большинства в программе реабилитации указаны занятия спортом. Спорт готовит ребенка ко взрослой жизни, развивает физически и оздоравливает. Конечно, это не профессиональные занятия, а адаптированные. Еще это возможность выброса энергии, не в пустое потраченное время. Это приятные эмоции. Спорт позволяет совершать невозможное. Не каждый здоровый человек может, например, играть в футбол. А тут многое оказывается и по плечу, если тренироваться постоянно. Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Чао! Продолжение следует...